Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад сегодня приветствовать в нашем клубе моего старого друга, замечательного музыканта Германа Рукьянова. Я сейчас расскажу несколько слов о том, как он появился в Москве. Он приехал из Ленинграда. И, в общем, он в то время был, может быть, единственным джазу-музыкантом, который получил такое высшее музыкальное название. И он даже учился у Арама Хачатуряна. Это был конец 50-х, начало 60-х годов, в Хрущевской оттепи. У всех после фестиваля 1957 года возникла такая короткая надежда, что наконец-то появится свобода в джазе. И все молодые музыканты моего поколения глинулись изучать американский джаз. И каждый выбрал себе какую-то нишу. Одни стали изучать Паркера и Дизи Гелеспи. Другие, более такие сложные, сложную музыку Майлза Дэвиса. Некоторые ударились в фанк и соул. Но это все была американская такая музыка. И расценивалось качество советских музыкантов по тому, насколько точно они воспроизводят американских звезд. И никому и в голову не приходило вообще делать что-то свое, потому что сначала надо было научиться играть как американцы. То есть фирменно играть. И вот вдруг появляется человек, который вроде бы играет, ну, где-то с идеями Филониоса Монка или Питера Ругала, вот таких странноватых, таких американских музыкантов, а на самом деле играет уже свою музыку. И это вызвало, в общем-то, не столько восхищение, сколько недовольство такое. Зачем вообще играть что-то такое поперек фирменной вообще музыки, когда лучше бы играть настоящий американский джаз. И вот тем не менее, Герман Лукьянов, несмотря на, в общем, такое недоброжелательное и зависливое отношение со стороны очень многих известных музыкантов, продолжал делать свое дело. И я должен сказать, что к его чести ни разу за всю свою жизнь он не сделал никакой попытки, чтобы понравиться публике, понравиться критикам, понравиться коллегам джазменам. Вот он делал свое дело. И так и делает его до сих пор. И поэтому он, в общем-то, не популярен, что делает ему еще большую вообще честь. И вот и не волнует. Он продолжает сочинять, аранжировать, несмотря на отсутствие какого-либо поблизости, и вообще и отсутствие возможности где-то выступать. Очень редко его приглашают иногда в клуб СССР, иногда мы приглашаем его здесь. И сегодня один из таких концертов, где вы услышите произведение, которое он написал буквально недавно. А я вам еще по секрету скажу, что вот вчера, в день годовщины начала Второй мировой войны, в котором и я, и он, мы были свидетелями, потому что, в общем, Герман, по-моему, всего на год моложе меня, мне было 6 лет, ему 5. Мы помним, вот, как началась эта война, и он написал пьесу вчера, а сегодня принес ноты, и вот, может быть, даже рискнет сыграть, потому что, честно говоря, без репетиций его пьесы, с переменными размерами, с разными хитрыми гармониями, ну, сыграть непросто. Вот. Ну, в общем, вот, нам всем сегодня повезло, что мы просто присутствуем на таком довольно редком концерте замечательного нашего советского, самобытнейшего композитора и исполнителя, которого зовут Герман Лукьянов. Ну, я бы сейчас приглашаю его на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Герман Лукьянов. А участников своего состава он будет уже представлять вам сам, потому что у него какой-то, ну, сборно-разборный коллектив. Он приглашает таких профессионалов, но, так как многие из профессионалов заняты, то он вынужден все время менять состав. Итак, Герман Лукьянов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 «Видела я сон» Добро пожаловать в Казахстан! «Видела я сон» «Видела я сон» Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая композиция посвящается Инне какой-то. Называется «Ночью на берегу». Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. 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 Первое отделение мы заканчиваем. Немножко отдохнем и продолжим концерт. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас прозвучала композиция «Примирение». Она была написана вчера, 22 июня, и сыграна без репетиции. Вот что интересно для нас. Я думаю, что это было. Я принеснусь сегодня, но так вот лихо довольно сыграло. История продумала. Аплодисменты «Примирение» называются «Гдекая любовь» посвящается колониусу Монку. КОНЕЦ Монку. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка-голубчик, сделай мне свисток 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы заканчиваем свое выступление композиции «Положение неустойчивого равновесия». АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА